Друзья, всем привет! Сегодня хотелось бы вам показать великолепного автора по арт-бетону. Проживает он в Ставропольском крае города Иппад. Завод его Сергей Гриценко. И делает он вот такие шедевральные вещи из бетона. А вы когда-нибудь могли подумать, что это сделано все из цемента и песка? Ссылку на автора я, как всегда, оставлю в описании к видео. Так что приходите и смотрите, у него там полно мастер-классов. А вот, кстати, и сам мастер. Ну что ж, хватит нам разговору разговаривать. Давайте немного перейдем к практике. Серега нам сегодня покажет, как сделать великолепный камень. На подготовленную поверхность Серега нанес цементно-песчаную штукатурку. Слой не менее 2 см. Смесь он использует покупную. Цементно-песчаная смесь, так она и называется. Поэтому и слоя у него идут маленькие, 2 см. А если вы будете использовать простую цементно-песчаную смесь, слоя нужно будет делать не менее 4 см. Здесь он использовал штамп. Вы можете использовать или валики, или тряпки. Вот такую расшивку очень легко сделать. Берете кисточку, гнете пластину и приматываете на изоленту. И вырезаете. Теперь Серега взял грунтовку глубокого проникновения и добавил туда белой краски. Один к трем. И начал красить. Первый слой называется подложка. И красится на один слой. Второй слой берется бежевый колер, добавляется также в грунтовку и в краску. И красится. Получается у нас вот такой эффект. После нанесения тут же не забудьте протереть все это дело тряпкой, чтобы создать эффект тертого камня. Чтобы сделать черный цвет, возьмите грунтовку и добавьте туда черного колера. Также в интерьере можно применять не интерьерную краску, а фасадную. Теперь он взял кисточку полусухую и начал проходить камень. И получается у нас вот такой эффект. А теперь давайте посмотрим немножко работ автора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я у Сереги спер еще один клип, так что давайте посмотрим его. Он покажет, как сделать великолепный камин своими руками. Изначально он варил каркас, потом накидывал на него штукатурку, обштукатурил. После отштукатуривания на первый слой, он начал проходить на второй слой штукатуркой и сразу формировать дерево. И тут же замывать кисточкой. Где-то через час-через два он начал резать его. Чтобы была естественная фактура дерева, он проходился металлической щеткой. Если у вас нет такого инструмента, не переживайте. Можно пользоваться подручными средствами. То есть ножами, отвертками, да без разницы, хоть шилом. И получилось у него вот такое шикарное дерево. А вы где-нибудь видели такой камин? Если хотите сделать, приходите на его канал. Гриценко Сергей. Ну что я хочу сказать. Мастер с большим опытом. У него на канале вы найдете очень много барбекю и каминов, отделанных арт-бетоном. Как видите, у каждого мастера есть своя изюминка. Посмотрите, как оригинально мастер сделал лепнину. Отделка откосов под дерево вообще шедевр. Дерево как будто натуральное. Посмотрите на отделку камина, как будто натуральный камень. Я думаю, у автора есть чему поучиться. Автор работает с арт-бетоном с 2012 года. Пришел, как говорится, к арт-бетону не сам, а потолкнула его жена. Говорит, эй, братан, там классно делается. Давай тоже. Да, просто жена как-то увидела картинки в интернете. Говорит, ой, прикольно, со штукатурки сделано. А давай мы попробуем. И автор начал потихоньку, подчуть заниматься арт-бетоном. Кое-где картинки посмотрит в интернете, чему это научится. Кое-где книжки прочитает. В общем, у него стали получаться вот какие шедевры. Теперь он занимается отделкой всяких ресторанов, баров. Ну и всего в этом духе. Несмотря на то, что автор занимает всего лишь 10 лет бетоном, у него очень много работ. Да, про чем он и сам о себе сейчас расскажет. Здравствуйте. Меня зовут Гриценко Сергей. Я живу и работаю в городе Ипатова, Старопольского края, Россия. Здесь родился. Здесь работал, начинал свою деятельность. И здесь и живу до сегодняшнего дня. А теперь давайте повнимателее рассмотрим работы автора. А кому будет интересно, переходите в описании к видео. Там будет ссылка на его YouTube-канал, а также номер телефона. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, ребята, пора заканчивать ролик. Напишите мне, пожалуйста, стоит ли мне продолжать делать обзоры на мастеров или же нет. С вами был Лысый Мастер. Всем пока. Упс, забыл самое последнее сказать, не забудьте поставить лайк.